Десятая научно-практическая конференция ArtLife продолжает свою работу темой, которую наверняка многие ждут. По затратам жителей на косметику первое место занимает Япония. Россияне тратят на косметику чуть больше, чем в среднем по миру, но вряд ли стоит стараться победить в этом рейтинге. Гораздо важнее, что наши производители способны делать востребованный продукт как для российского, так и для зарубежного косметического рынка. Компания ArtLife стремится выпускать продукты, опережая время и мировые тренды. Когда 10 лет назад ученые только начали изучать влияние микробиома кожи, ArtLife выпустил на рынок косметику, которая корректировала баланс микробиоты. За эти годы ProBioCosmetics зарекомендовала себя как великолепное средство по сохранению красоты и молодости кожи. На основе серии ProBioCosmetics партнеры компании проводят марафоны красоты и строят свой бизнес. О том, как это происходит и какие результаты получают участники проектов, расскажет Елена Пономаренко. Елена Пономаренко. Ростов-на-Дону. Эксперт по развитию бьюти-направлений компании. Партнер компании в статусе президент. Неоднократный обладатель всех звездных номинаций ArtLife. Победитель номинации «Звезда сервиса». Организатор крупнейших региональных бизнес-форумов. Автор онлайн-школы ProBusiness. Уникальных промоушенов. Целого ряда обучающих проектов. Эффективный спикер. Может ли красота быть ресурсом? Безусловно. Красивая женщина всегда способна восхищать и удивлять. Красота имеет немаловажную роль при первом впечатлении. Красивая мама для сына всегда пример. Красивая мама для дочки у возможности перенять ее красоту и знания. Красивая жена всегда восхищенные и яркие глаза мужа. Красота – это всегда ресурс. Просто большинство из нас в суете будней и обычной жизни почему-то забывают о том, что всем женщины прекрасны, удивительны и неповторимы. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Лена Пономаренко. И так уж случилось, что на протяжении 12 лет я являюсь бьюти-экспертом компании ArtLife. Формирую холистический подход к красоте и рассказываю женщинам о том, как необходимо любить себя, ухаживать за собой. Ну и самое главное, как сделать так, чтобы выглядеть моложе паспортного возраста. Сегодня рядом со мной моя коллега Антонина Малахова, косметолог, медик. Человек, который на протяжении большого количества времени ведет со мной огромное количество разных проектов, посвященных красоте. Знакомьтесь, Антонина, вам слово. Добрый день, друзья. Я рада быть сегодня с вами. Замечательно, что в последнее время все больше и больше женщин внимательно относятся к своему внешнему виду. И это не только внешняя красота, которая смывается водой. Я сейчас имею в виду макияж и укладку. Они уделяют особое внимание здоровью. А здоровье – это всегда красиво. Это я вам говорю как медик. Итак, друзья, ну все. Теперь мы готовы поделиться с вами результатами великолепного проекта, который прошел совершенно недавно, в феврале этого года. Проект назывался «Преображение». Научно-производственное объединение «Арт-Лайф» предложило нам провести апробацию косметической продукции. Многие из вас, которые узнают, называется эта линия «Про биокосметикс». Что же это был за проект? Все было максимально просто. У нас было 40 участниц. Все эти участницы были разделены на две группы. Одна часть участниц получила кейс продукции косметической, а вторая – косметическую продукцию и нутрицептику. В чем была основная идея? Ну, основная идея на самом деле заключалась вот в чем. Мы ведь с вами достаточно часто говорим и, может быть, достаточно часто слышим о том, что комплексный подход к красоте, холистический подход к красоте, он гораздо более эффективен, чем просто уход. Наша задача была в первую очередь показать, что косметическая арт-лайф при системном применении дает невероятные результаты, экономит огромное количество денег и времени всем тем женщинам, кто готов ухаживать за собой. Ну и, во-вторых, наша задача входила показать, что синергия косметики и нутрицептики результаты дает вкратно выше, чем просто применение косметических средств. У нас это получилось, и прежде чем мы с вами перейдем к результатам, мы обязательно сегодня их вам покажем, покажем заключение на дерматоскопе, покажем отзывы наших клиентов, я хотела бы рассказать о том, как в принципе проходил этот проект. Антонина, а ты помнишь вообще, как это начиналось? Да. А вот на старте, когда мы только начинали, у тебя было восприятие, что мы получим такие невероятные результаты? Я знаю, что косметика очень хорошо работает, но что мы такие результаты получим, ведь они подтверждены, они превзошли мои ожидания, честное слово. Итак, как проходил проект? Мы собрали группу 40 женщин разного возраста, разного состояния кожи, всех тех, кто хотел бы улучшить свой внешний вид. Мы сделали первую презентацию для того, чтобы рассказать о том, что же их ожидает впереди, какой бьюти-месяц их ожидает. Мы рассказали о космецевтике, о компании ArtLife, рассказали о том нутрицептическом комплексе, который они будут принимать. После этого мы собрали анкеты для того, чтобы каждая наша участница написала свои субъективные ощущения. Это очень важно для каждой женщины. То, как она чувствует себя сейчас, то, как она себя сейчас ощущает и то, как она ощущает себя уже в конце проекта. После этого наши участницы прошли диагностику на дерматоскопе. И для того, чтобы результаты были максимальными, мы завели такой проект, как «Марафон красоты», где на протяжении двух недель, 24 на 7, в общем чате наших участниц поддерживали специалисты, косметологи, массажисты. Мы отвечали на все интересующие вопросы для того, чтобы женщины не просто начали использовать косметическую линию ProBioCosmetics, но и узнали для себя много важных полезностей в отношении здоровья кожи, ухода за собой, ну и, соответственно, поддержания естественной красоты. В «Марафоне красоты» мы говорили о том, что существуют правильные морщинки от улыбок и радости. Мы говорили о том, что каждая из нас удивительна и неповторима. Мы говорили о том, что правильный уход за кожей с помощью ProBioCosmetics способен подарить вам невероятные ощущения, невероятные результаты и, самое главное, способен сделать так, чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало всегда. Ну, прежде чем мы огласим все результаты, покажем вам их сегодня, я понимаю, что вам очень хочется их увидеть уже сейчас, и все же мне бы хотелось передать слово нашему специалисту Антонине Малаховой, для того, чтобы она рассказала вам в первую очередь о том, что же такое косметевтика ProBioCosmetics и что же на самом деле такое нутрицептический комплекс Астамигин. Использование пробиотиков в косметологии – это современный глобальный подход к ежедневному уходу за кожей. Линия ProBioCosmetics разработана на основе лизатов культур пробиотических бактерий, которые входят абсолютно во все продукты данной линии. Эта косметика – отличный выбор для людей с кожей склонной к воспалениям, с повышенной чувствительностью, покраснениями, сухостью, с кожей увядающей, требующей увлажнения, уплотнения. И также она защищает от воздействия агрессивного ультрафиолетового излучения. Флюид очищающий. Этот прекрасный продукт позволяет нам деликатно убрать макияж, не разрушая гидролипидную мантию, восстанавливая микрофлору кожи. Он препятствует образованию комедонов и очищает роговевшие клетки. Данный продукт также готовит нас к интенсивному лифтинг-уходу. Следующий продукт – маска лифтинг. В его составе комед сенегальской акации, которая улучшает качество кожи, уплотняет, выталкивает морщины, обладает противовоспалительными свойствами. Также есть в составе аминокислота элергенин, которая улучшает микроциркуляцию, наполняя кожу и обеспечивая функцию детокса. Также в составе лизаты пробиотических культур и экстракт орхидеи. Также в линейке есть отличный крем для кожи вокруг глаз. Он очень легкий, в составе кофеин, улучшает дренажные свойства, уменьшает темные круги под глазами. Антиоксиданты АЦЕ уплотняют кожу, борются с появлением морщин. И также есть ингредиенты масла-ши, которые увлажняют, защищают и регенерируют наши ткани. Сыворотка. Сыворотка предназначена для того, чтобы сохранить увлажнение поверхностных слоев кожи, уплотнить глубокие слои за счет содержания гиалуроновой кислоты, также экстракта орхидеи. Она способствует улучшению тонуса, выравниванию рельефа, уменьшению проявлений дисхромии, то есть пигментации. А также в составе содержит вещества, которые обладают светоотражающими свойствами. И наш замечательный тоник. Он позволяет завершить нам процедуру очищения, восстановить PH-баланс кожи, что будет улучшать проникновение воздействия ингредиентов, которые мы будем накладывать с помощью следующих продуктов. И также он содержит большое количество микроэлементов, которые обеспечивают активность всех биохимических процессов. По сути, это батарейка для нашей кожи. Первая группа участниц проекта «Преображение» использовала только линейку «Пробиокосметикс». Участницы второй группы использовали в своем уходе еще и комплекс нутрицептики «Астамигин». Вы можете задать вопрос, почему этот комплекс? Все на самом деле очень просто и обоснованно. Комплекс «Астамигин» содержит сбалансированное количество омега-3 премиум качества. Данное вещество помогает стабилизировать мембраны наших клеток. Если мембраны нарушены, если мембраны жесткие, мы не получим транспорта веществ из клетки в клетку. Данный препарат был обоснованно необходим. Также в составе есть антиоксидантный комплекс «Астаксантин». Он в разы мощнее витамина Е, экстракта виноградных косточек и прочих антиоксидантов, известных ныне. Что он делает? Он борется со свободными радикалами. Нам это необходимо для того, чтобы профилактировать разрушение белков нашей кожи, которые мы знаем с возрастом и так в значительной мере снижаются. А также он содержит полипринолы. Это вещества, которые улучшают транспорт веществ из клетки в клетку. Лена, а когда вышла стомигин, ты знала, что мы его будем использовать как косметику изнутри? Ну, на самом деле нет, потому что, естественно, мы все читаем аннотации, мы все смотрим презентации, мы все понимаем, какую важную роль он играет с точки зрения здоровья организма в целом. Ты знаешь, когда компания ArtLife предложила его ввести в качестве нутрицептика, я сначала даже удивилась, потому что у нас есть так много разных комплексов и ВИП Виктория, и Прималидис, и жидкий коллаген, и линейка Бьютель. То есть нам есть чем гордиться, и есть что вводить в рацион, в ежедневный рацион женщинам. И все-таки потом я задумалась о том, что ну какой женщине мешает омега-3, да? Мы же все-таки говорим о том, насколько важно увлажнять кожу. И это не всегда только гиалуроновая кислота, а омега-3 тут играет ключевую роль. А потом, увидев количество астаксантина в составе, мне стало понятно, что стоит попробовать. Но скажу тебе честно, так как он в этот момент только вышел, так как реальных результатов на реальных клиентах еще не было, мне было страшновато, потому что, конечно, если бы мы ввели в рацион Прималидис или ВИП Викторию, или просто коллаген, очевидно, было бы понятно, что ожидать. А тут, ну я месяц в таком легком треморе находилась, и только уже когда увидела результаты, результаты испытаний на дерматоскопе, результаты до и после, стало ясно, что выбор просто прекрасный. Самый простой, который может быть, и самый полезный, который может быть. Кстати, о результатах. Прежде чем эти результаты огласить, посмотрите вообще, в принципе, как мы этот проект проводили. Внимание на экран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все участницы проекта Преображение прошли исследование на дерматоскопе. Он позволяет отследить 6 параметров показателей состояния кожи. Поэтому мы вам сейчас покажем снимки до и после 6 участниц. Показатель первый. Увлажненность и эластичность. На правом снимке мы видим состояние до проекта. Это достаточно низкий уровень эластичности, сухая кожа со сниженным тургером и эластичностью. С правой снимок значительно улучшение данных параметров, что позволяет нам говорить об эффективности работы данной линейки в отношении увлажнения и эластичности кожи. Следующий параметр это уменьшение пигментации. На правом снимке очевидно более концентрированный пигмент, более распространенный. Через промежуток использования ProBioCosmetics мы видим более размытое пигментное пятно. Но оно не такое яркое, что говорит о том, что скорость деления клеток и регенерация ткани значительно повысились с использованием нашей продукции. Следующий параметр снижения чувствительности. Этот параметр очень ярко визуализируется наличием сосудистой сетки в области крыльев носа, на щеках. И на правом снимке мы видим с вами именно эту картину, расширенная сетка капилляров, наполненные сосуды и явно визуализируются. При использовании линейки ProBioCosmetics мы наблюдаем очевидное снижение наполняемости капилляров, уплотнение кожи, не такие налитые капилляры. И это свидетельство прямое того, что защитные функции кожи улучшились и капиллярная сетка уменьшила свое кровенаполнение. Что касается параметра акне. На правом снимке мы видим расширенные поры, заполненные кожным салом, его достаточно большое количество на поверхности. А это прямой путь развития воспалений. Что касается левого снимка, в результате использования линейки ProBioCosmetics это уменьшение объема себума, его меньшее количество на поверхности и, конечно же, субъективные ощущения меньшей жирности кожи. Параметр сужения пор. Также мы на левом снимке видим перерастянутые поры. При применении линейки ProBioCosmetics поры становятся значительно уже. Здесь две причины. Это, во-первых, очищение, уменьшение количества кожного сала и стимуляция выработки коллагена, который позволяет улучшить тонус кожи и сократить визуально проявление пор. По параметру уменьшения глубины морщин. Очевидно, что глубина кожного залома не просто уменьшилась, а морщина реально вытолкнулась. Что позволяет нам также подтвердить эффективность ProBioCosmetics ввиду данного параметра. Но, Елена, я хочу сказать, результаты, показанные нами, это хорошо, но надо послушать отзывы наших участниц. Я абсолютно согласна. Всегда живые отзывы – это самое лучшее, что только можно увидеть и услышать. Обратите внимание на экран. Оль, добрый день. Как у вас настроение? Прекрасно. Слушайте, мы сегодня подводим итоги нашего проекта «Преображение». Вот ваши ощущения после него. Что вам больше всего запомнилось, понравилось, какие-то, может быть, недочеты были? Рассказывайте. Что мне понравилось, у меня осветлилась кожа. В смысле тон кожи или что-то? Тон кожи осветлился. И пигментные пятна, которые у меня присутствовали на сколе, появляются после каждого лета. Я как-то борюсь и какие-то пилинги там делаю. И вот после двухнедельного использования у меня осветлились эти, я не скажу, что они ушли все, но довольно-таки их стало незаметно. А покажите, где они у вас находятся. Ну да, при таком освещении их даже и не видно. Да, вот эти части. То есть без инъекций, без лазера вы получили такой результат. А что вы пользовались, ну, утром и вечером пользовались пробиок? Да, обязательно пользовалась, все как положено. И, я не знаю, может быть, еще маска сыграла какую-то роль, тоже осветляет. Но результат налицо. А на дерматоскопе это было видно? Да, пигментация уменьшилась. Да, да, в процентном, я не помню, в каком процентном соотношении, но оно уменьшилось. Все, поняла. Спасибо вам огромное. Рада, что вы были с нами. Добрый день. Как вас зовут? Антонина. Очень приятно, я Лена. Мы сегодня подводили итоги проекта Преображение. Вот хотели у вас узнать, какие у вас результаты, чем вы довольны, что вам понравилось больше всего. Очень понравилась косметика, особенно понравился флюид. Очень хорошая вещь и прям восторг вызывает. Делала я процедуру. С утра и вечера, как надо, маски делала, делала массаж лица. Сократились носогубные складки. Я сейчас перестала пользоваться тональным кремом. Супер. Потому что ушли пигментные пятна. Я не скажу, что полностью, но намного светлее стало. У меня еще была проблема на груди. Темное пятно было пигментное. Светлее стало тона на два, на три практически ушло. А вы там флюидом наносили? Я все кремы наносила на большую женскую лицу. Супер. Ну, я вот от себя могу сказать, я вас месяц не видела. У вас тон кожи тоже на два, на два тона стал светлее. Да, светлее кожа стала. И сейчас без косметики. И это никак вообще не портит. Все идеально видно. Тон лица ровный. Я не знаю, как видно это на камере, но вот при реальном освещении очень ровный цвет лица. Да, заметно светлее стала кожа и ушли пигментные пятна. У меня эта проблема всегда была. Пигментация сильная. А сейчас намного меньше стало. Вы что, будете пользоваться дальше косметикой? Да, мне очень понравилось. Не будете нам извинять? Наверное, нет. Очень понравилось. Нету аллергической реакции. Да, это супер. Спасибо огромное. Итак, друзья, вы уже увидели, как проходил этот проект. Вы узнали, что такое пробиокосметик. Вы точно теперь знаете, зачем пить астамигин. Вы увидели, услышали результаты наших участниц. И все же в завершении, я думаю, нам просто необходимо подвести итоги. Обратите внимание на экран. Выведены графики. Как мы их получили? Мы суммировали результаты абсолютно всех 40 участниц нашего проекта. И вывели среднее арифметическое число по всем шести показателям. Признаюсь вам честно. Было бы идеально, если бы все получили идеальные результаты. Но, к сожалению, этого не произошло. А знаете почему? Потому что 14 участниц проекта не стали использовать косметическую линию ежедневно. И когда они приходили на осмотр через две недели в косметологию, говоря о том, что они ежедневно всем пользовались, дерматоскоп показал обратное. И тогда многие из участниц говорили, ну да, мы забывали утром, забывали вечером, забывали три дня. Так вот, конечно, графики были бы иными, если бы все 40 человек идеально утром и вечером использовали пробиокосметикс по тому протоколу, который мы рекомендовали. Делали бы системный лифтинг ухода и использовали бы астамигин как трицептическую поддержку организма. Но все-таки мы живем с вами в реальном мире. Это в первую очередь доказательство того, что этот проект был абсолютно реальным, с реальными людьми, часть из которых не любят, не хотят или ленятся ухаживать за собой. И тем не менее, графики говорят сами за себя. Обратите внимание, один из графиков указывает на применение косметики ProBio, где улучшается и тургор кожи, и уменьшаются воспалительные процессы на коже, и увеличивается увлажненность кожи, и, конечно же, снижается глубина морщин, и также снижается чувствительность. Но обратите внимание также на второй график, где присутствует астамигин. И вот здесь, в графе чувствительность, вы видите, насколько уменьшилась чувствительность. Ну а русским языком я вам объясню, что это означает, когда вы видите человека напротив. Я не видела этих женщин в течение месяца. Я приехала на открытие проекта и приехала на закрытие проекта. В течение этого месяца единственная связь между нами была WhatsApp, где мы обменивались информацией первыми результатами. Так вот, когда я приехала через месяц, у меня был такой легкий шок, потому что чувствительность, та, которая показана здесь на дармотископе, в графе именно чувствительность, на самом деле выражается в идеально ровном цвете лица. Те женщины, у которых есть проблемы с куперозом, близко расположены капилляры, и, соответственно, лицо имеет такой не очень приятный красноватый цвет. Вот в группе женщин, которые принимали астамигин, этот показатель снизился более чем на 70%. В среднем все показатели улучшились более чем на 40%. Я не знаю, насколько вас это вдохновляет, я не знаю, чего бы вы ожидали. У меня были разные клиенты за 12 лет, и я знаю, что у многих существует восприятие, что один раз вы можете использовать, например, мусс для умывания или крем для лица, и уже хотите получить лицо на 20 лет моложе. Я, скорее, не об этих клиентах, я о тех, которые понимают, что красота – это комплекс, что красота – это система, что красота – это уход. Так вот, понимая все, что мы делали, понимая, что в нашем арсенале, кроме как космецептика и во второй группе нутрицептик, один-единственный астамигин, ничего не было, ни лазеров, ни смарт-лифтингов, ни мезотерапии, ни уколов красоты, ничего. Только уход и только один комплекс. И мы за две недели системного применения, те 26 из 40 женщин, которые пользовались системно этой косметической линией, получили невероятные результаты. Я приехала через месяц, а не годно их выводил с помощью лазера. Все были в шоке. И, конечно, мы, я вам от себя скажу, я 12 лет работаю с этой косметикой, я видела огромное количество результатов, и на старте мне практически всегда понятно, когда я вижу перед собой женщину, какой результат она получит, как сузятся ее поры, как выровняется текстура кожи, как выровняется цвет лица, как подтянется овал, как приподнимется верхняя века, приоткроется взгляд. Но даже для меня все результаты, которые вы сегодня видели, они были удивительными. Я не думала, что настолько, настолько они глобальны и настолько они существенны. Здоровье – это всегда красиво. И вот здесь философия компании ArtLife как никогда кстати будет для восприятия каждой женщины. Если каждая из вас сможет понять для себя, что простой и несложный уход, а самое главное, доступный абсолютно каждому, способен творить такие чудеса за две недели, а все те результаты, которые вы видели, это результат всего двух недель. Вы только вдумайтесь. Всего двух. Что же будет с результатами, если вы будете использовать эту линию системно? Что же будет, если вы дополните космецептику системной заботой, осознанной заботой о своем здоровье, детоксом два раза в год, применением нутрицептических комплексов? Мы, кстати, вот пока ведем эфир, вместе здесь с вами пьем кофе с коллагеном. Мы системно рассказываем о том, насколько необходимо использовать гиалуроновое желе, насколько это легко, просто и очень вкусно. Мы говорим всегда о питьевом коллагене, мы рассказываем о нутрицептиках, мы говорим о Виктории, о Прима Ледис, мы говорим о том, что если женщина красива и хочет оставаться красивой как можно дольше, то все эти ресурсы есть в компании ArtLife. И если у вас есть желание, то мы сможем достигнуть максимальных результатов вместе. При одном условии, если вы будете делать все системно и не забывать о себе и о своей красоте. Прежде чем завершить весь наш сегодняшний диалог, прежде чем завершить сегодняшний вебинар, я бы хотела, чтобы вы увидели еще один ролик нашего руководителя проекта в Тимошевске, Анастасии Бездорожней, человека, который делал все замеры, анкетировал всех наших участниц, была с ними на связи 24 на 7. Обратите внимание на ее эмоции, на настоящие и живые. Вы знаете, у меня еще была мысль, показывать вам это или нет, уж слишком это по-настоящему. А потом решила, что может быть лучше, чем самые искренние, самые настоящие эмоции профессионалов. Внимание на экран. Настя, ну вот если честно, давайте быть честной. Вот начинался проект. Вот заполняла ты анкеты, отсматривала всех на дерматоскопы. Ну, понятно, что был уход. Вот какие у тебя были мысли на старте? Вот только честно. Мы в салоне пользуемся разной косметикой, в том числе косметикой класса люкс. Когда начался марафон, мы верили, что только благодаря косметевтике можно добиться хороших результатов. Без нутрицептики, без инъекций разных, когда любят ту же самую гиалуроновую кислоту колоть. А тут, когда я сделала до, да, это было все скептически, ну, как бы, ну, давайте попробуем. Сделали до обследования и сделали после. И вот тогда мы были в шоке в таком, даже не передать словами все люди, которые приходили, они настолько были счастливы. Да мы и сами так же пользовались, мы участвовали в марафоне. И вы были участвованы? Да, конечно. Супер. Здесь что, и какие результаты у вас? Прям шикарные. А я правильно вас поняла, что у нас же были разновозрастные контиклории? Да, мы были вообще 35 плюс. Были гораздо старше, и тем не менее, вне зависимости от возраста, мы получили все результаты. Всем помогло. И все просто вдохновились. Ну, мы будем еще представлять графики, будем представлять исследования. Скажите, пожалуйста, вот у вашей проекта, в завершении проекта, что вы можете сказать, ну, однопутственное слово? Может быть, клиентам в будущем, которые еще не познакомились с этой косметической линией. Вы будете, кстати, рекламировать такую косметическую линию? Я уже рекламировала. Это я в тренажерный зал хожу, а у меня просто там администраторы. Настя, что с тобой? А у меня с собой косметика, потому что я в душ, мне же нужно сходить после тренировки. Я им достаю и говорю, вот, они говорят, мы с такой дорогой косметикой пользуемся по 5-6 тысяч, один флакончик. А я им сказала про весь набор, что за эту сумму можно весь набор купить. А, кстати, у вас был такой нюанс, что косметика не очень дорогая, и как она может, вот если вы пилосом люк, используетесь в салоне, и не было ли у вас такого недоверия, связанного непосредственно с ценовой политикой? Было недоверие, было еще недоверие с тем, что малоизвестно. У меня кожа чувствительная, очень чувствительная ко всем абсолютно. К римам, ко всем внешним воздействиям. А тут мне понравилось. Супер. Спасибо. Радно, что проект завершился. Друзья, я поздравляю вас с завершением нашего уникального проекта «Преображение». Вы сами видели замечательные результаты, которые мы получили. И вы можете теперь смело использовать эту косметику и рекомендовать ее другим. Ведь эти результаты доступны всем. И от себя, как от практикующего косметолога, я хочу добавить, чтобы быть красивой, нужно всего два простых пункта. Это регулярность и использование эффективной косметики. Лен, ты еще добавишь что-нибудь? Обязательно. На самом деле, дорогие, любимые, красивые, уникальные и неповторимые. От себя хочу вам добавить только одно. Я понимаю, что каждая из вас мама, жена. Я понимаю, что каждая из вас прекрасна. Я понимаю, что вы всегда в первую очередь думаете о том, что подарить детям, потом чем побаловать мужа, как позаботиться о своих родителях. Мы так привыкли, женщины, что о себе мы почему-то помним всегда в последнюю очередь. Иногда и то, если помним. Я хотела бы пожелать вам в первую очередь вспомнить о том, что вы женщина, о том, что вы прекрасны, вне зависимости от того, сколько вам лет. Я хотела бы вам пожелать, чтобы вы чувствовали и видели этот мир через призму красивых и улыбающихся глаз. Я хотела бы вам пожелать простого рецепта красоты по цене чашки кофе. Про биокосметикс – это то, что доступно абсолютно каждой женщине. Это то, что может дать гарантированные результаты. Это то, что способно сделать вас чуточку счастливее, лишь потому, что вы будете выглядеть красивее и увереннее в себе. Мы благодарим вас за внимание. Это был великолепный проект. Мы благодарим компанию ArtLife за то, что она позволила нам увидеть эти невероятные результаты. Спасибо вам и спасибо, конечно, всем зрителям сегодняшнего эфира. До свидания. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас всех сегодня приветствовать. Почитала ваши вопросы в чате. И на самом деле они оказались базовыми и очень важными для рассмотрения. Поэтому я благодарю вас за то, что вы их задали. Благодарю за то, насколько они актуальны. Итак, первый вопрос, который я увидела сегодня в чате – это с какого возраста можно носить косметическую линию ProBio. Давайте вот здесь, чтобы ответить максимально корректно на этот вопрос, мы разберемся вот с чем. Косметика ProBio – это косметика для зрелой кожи. Зрелая кожа не так давно считалась кожей женщины с 30 лет и выше. Лет 10 назад этот порог упал до 25 лет. На сегодняшний день вот на последних косметических выставках, на последних косметических семинарах все чаще говорят о том, что зрелой кожей является уже с 23. Это связано с тем, что, ну, естественно, с образом жизни, с питанием, с экологией, с огромным количеством факторов, которые непосредственно присутствуют в нашей с вами жизни. Безусловно, если мы говорим о том, что красота начинается изнутри, то все, что мы потребляем, все, какой образ жизни мы с вами ведем, оно все отражается на состоянии нашей с вами кожи. Генетика тут играет также не последнюю роль. И все же, теперь переходя к ответу на вопрос, с какого возраста, в ежедневном применении ProBio Cosmetics необходимо использовать каждой женщине, начиная с 25, в некоторых случаях с 23 лет. Уже необходимо постоянно, каждый день, утром и вечером, плюс системный уход с использованием маски лифт. Но бывают такие ситуации, при которых, например, в подростковом возрасте у девочек, мальчиков, эта косметика не имеет отношения, она не является только женской, ее можно также использовать и мужчинам. Поэтому в подростковом возрасте очень часто мы рекомендуем использование мусса для умывания из серии Art Cosmetics и обязательно завершение процедуры очищения тоником пробив. Он нормализует pH-баланс, он очень хорошо очищает, увлажняет кожу, снижает воспалительные процессы на коже, что в подростковом возрасте достаточно часто бывает. А также на ежедневное применение мы всегда рекомендуем флюид. Флюид для всех, у кого есть проблемы с кожей, это акне, либо это закупоренные поры, либо слишком сухая кожа, что часто бывает. Флюид очищающий можно использовать ежедневно, утром и вечером. Он очень хорошо выровняет текстуру кожи, уберет воспалительные процессы. Особенно он хорош для тех людей, у кого есть рубцы на коже, например, постакне. То есть в ежедневном применении активное очищение муссом гилоуроновым, тоником пробио вы можете вводить уже с подросткового возраста, с 12-13 лет. Добавляйте флюид. Это все зависит от возраста и от состояния кожи. Потому что сегодня все чаще очень сложно оценить возраст кожи, несмотря на паспорт. Бывает так, что девочки 18 лет обладают таким тургером кожи, при котором уже можно назначать системное применение маску лифтинг. Официальный ответ с 23 лет – утром и вечером. Но если есть показания, такие как воспалительные процессы или какие-то нарушения гидролипидной мантии, либо сверхчувствительность кожи, тогда, когда кожа реагирует на холод, на холодную воду, или просто обветривается, такое шелушение есть. Флюид здесь показан всегда, и тщательное очищение мусс плюс тоник показан также всегда. Второй вопрос. Как часто наносить маску лифтинг? Этот ответ на этот вопрос на самом деле вытекает из предыдущего ответа. Все также зависит от состояния кожи. Смотрите, с 25 лет вы системно используете утром мусс для умывания, тоник, крем вокруг глаз, сыворотку, крем. Точно такой же алгоритм нанесения косметических средств вы используете в вечернее время. Маску лифтинг вы используете один-два раза в неделю в зависимости от возраста и от типа кожи. Если у вас кожа жирная, то уже в молодом возрасте, в 25 лет, маску лифтинг можно использовать два и даже три раза в неделю. Она будет очень хорошо сокращать поры, тем самым снижать выработку себума, тем самым нормализовать, ну, создавать такую более ровную текстуру непосредственно на коже. Т-зона не будет так сильно зажирняться. Если у вас сухая кожа, вы смело можете использовать маску лифтинг один раз в неделю. Если кожа нормальная, то, соответственно, два раза в неделю. Не забывайте, пожалуйста, что маска лифтинг наносится на большое женское лицо. Этот термин используют достаточно часто в косметологии. Что такое большое женское лицо? Начинается оно от зоны глубокого декольте и заканчивается макушкой. Вы наносите маску лифтинг шею вверх, от подбородка к ушам, от крыльев носа вверх, нос вверх, лоб вверх. Не забывайте наносить маску лифтинг сюда и на тыльную сторону шеи. Там тоже у вас кожа. И для того, чтобы лифтинг-уход был максимальным, особенно на зоне декольте, начинать и наносить маску лифтинг, нам надо именно на тыльную сторону шеи. Не забывайте еще также при нанесении маски лифтинг, что везде, где у вас есть маска лифтинг, под ней должен быть как концентрат, как проводник, флюид пробио. Достаточно активно, достаточно много. Эффект от этой процедуры будет в разы выше. Итак, давайте еще раз проговорим. Кстати, третий вопрос так и звучит. В какой последовательности делать лифтинг-уход? Если у вас есть ручка и листочек, вы можете прямо сейчас это записать. Если мы с вами говорим о лифтинг-уходе, то проводить его нужно таким образом. Сначала вы берете мусс для умывания, Art Cosmetics, два нажатия на увлажненную кожу, наносите, смываете проточной водой. Мусс для умывания можно наносить на зону вокруг глаз. Он глаза не воспаляет, очень хорошо очищает макияж, при этом не оставляя темных кругов под глазами. Следующим этапом очищения всегда с этого дня и навсегда у вас должен быть тоник пробио. Не пренебрегайте применением. Тоника – это важная составляющая косметологической процедуры. Он не просто завершает процедуру очищения, он нормализовывает pH-баланс. Он не дает разрушаться той самой гидролипидной мантии, тому самому защитному барьеру кожи, который должен существовать у нас с вами. Это здоровье тоник – это здоровье вашей кожи. Запомните это. То есть после того, как вы умылись муссом, вы наносите на ватный диск тоник и протираете лицо точно так же по массажным линиям. После этого наносите крем вокруг глаз, небольшую горошину на безымянный палец, растираете его для того, чтобы он был теплой температуры, комфортный для ваших глаз. И наносите его по орбитальной кости, похлопывающими движениями, не растирая, не втирая, похлопывающими движениями. От внешнего угла к внутреннему, снизу и сверху от внутреннего к внешнему. После того, как вы нанесли крем вокруг глаз, вам необходимо подготовить лицо к нанесению маски лифтинг. Флюид. Вы берете два нажатия флюида на пальцы, растираете и наносите полностью на большое женское лицо. Везде, где у вас будет нанесена маска лифтинг, точно там же должен быть изначально нанесен флюид. Он выровняет текстуру кожи, он будет действовать как поверхностный пилинг, при этом не вызывая никакого жжения, раздражения и тому подобное. Это идеальное косметическое средство, которое полюбили все наши клиенты. После флюида вы берете маску лифтинг, вы можете использовать кисточку, как многие косметологи, можете пользоваться руками, как вам удобно. Наносите на треть фаланги пальцев маску лифтинг, увлажняете вторую руку водой и точно так же по массажным линиям наносите. Шея вверх, от подбородка к ушам, от крыльев, нос вверх, лоб вверх и завершаете процедуру лифтинга. Здесь важно, особенно когда вы легли и нанесли на тыльную сторону шеи, нужно сделать валик из полотенца, подложить вот сюда, чтобы вы могли лечь спокойно, чтобы у вас все мимические мышцы были в состоянии покоя. Маска лифтинг содержит элоргинин, который сокращает мышцы. То есть это на самом деле зарядка для вашего лица. Сейчас очень модный фейс-фитнес, но вот маска лифтинг – это фейс-фитнес для ленивых. Тогда, когда вы не сильно хотите работать, за вас будет работать маска. Ну, все это были… А, естественно, мы полежали 20 минут в маске, после чего мы смыли ее теплой водой, просто проточной водой, и завершили процедуру сывороткой. Одно-два нажатия сыворотки вы наносите, разносите по лицу, увлажняете и завершаете процедуру кремом пробью. Точно так же немного его не надо намазывать. Очень многие женщины почему-то вносят много крема и намазывают на лицо. Я вас прошу помнить, что вы не торт, намазывать на лицо ничего не нужно. Нужно совсем немного крема и точно так же вбивать. Отличный крем отлично завершает процедуру лифтинга и также обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом. Эффект вы все видели. Тот эффект, который мы вам показали, это эффект применения всего двух недель. И представьте, как будет выглядеть ваше лицо, если вы будете этой косметикой пользоваться системно. Этого вопроса не задали, но, скорее всего, после моего включения будет вопрос, насколько долго нужно применять эту косметику, нужно менять. Ответ простой. Косметика пробью идеально абсолютно натуральная гипоаллергенна. Именно поэтому очень многие мои клиенты на протяжении 12 лет не меняют ее ни на что. Когда вы получите первые свои результаты, вам станет ясно, что вы не захотите менять эту косметику никогда и ни при каких обстоятельствах. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете написать точно так же в чат сегодняшней медконференции или отправить нашим маркетологам непосредственно уже на адрес пиар-отдела в компанию ArtLife. На сегодня это все. Спасибо огромное за внимание. Будьте красивы, великолепны и прекрасны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok